Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Разобраться в причинах, почему вообще произошло такое ужасное событие, как Холокост. Все ли знают, что такое слово Холокост? Поднимите руку. Не все знают. И поэтому особенно важно об этом говорить и объяснять, и рассказывать. Хорошо, мы посмотрим ролик. У нас сегодня будет четыре ролика, наверное, где-то. И первый ролик, он именно о том, что люди не знают, молодежь не знает, что такое Холокост. И это очень и очень проблематично, что молодые люди не знают. Может вообще-то я не упрекаю, что они не знают. Я думаю, что они не знают, потому что до них не донесли, что это такое. И поэтому очень важно об этом говорить и рассказывать, чтобы Церковь, она знала. Особенно знала Церковь. Особенно знала Церковь, потому что Бог сказал, что Церковь – это столб и утверждение истины. Правда? На самом деле это страшно слышать, когда молодежь не знает, что такое Холокост и что происходило во время Холокоста. Поэтому я думаю, что обязательно-обязательно нам нужно об этом поговорить и разобраться о причинах Холокоста. И даже интересно, что вот сам день вот этой памяти жертв Холокоста, он возник, знаете, не так давно, а только в 2005 году. Казалось бы, да, столько лет прошло после всего. И только в 2005 году Организация Объединенных Наций приняла решение, чтобы этот день отмечался. И некоторые страны, как, конечно, Израиль, Канада, США, Австралия, Россия и другие там страны, они были вот инициаторами, чтобы вот этот день он отмечался. Почему вот 27 января, сегодня у нас 24, ну 27 будет этот день отмечаться по всему миру, потому что это международный день. Вот именно в этот день советские войска, они освободили лагерь Освенцу, где больше всего погибло евреев. В этом лагере погибло больше миллиона, больше миллиона человек. Это просто, ну, немыслимое, да, количество людей, которые погибли только в одном лагере. Мы поговорим еще и о других лагерях и что произошло в других местах. Вот, но именно хочется разобраться, почему это произошло, да, почему это произошло и как это произошло. И поэтому мы сегодня будем смотреть на историю, будем сегодня говорить об истории Израиля и других государств, и об истории церкви. В общем, потому что, действительно, когда мы не знаем причину, когда мы не знаем причину, мы потом и сами не поймем, как это происходит. Поэтому всегда есть такая называемая причинно-следственная связь, да, причинно-следственная связь. Но я начну с того, что Бог говорит вообще об Израиле, что Бог говорит о евреях, да, что нам говорит Писание. Вот, и почему пришло такое большое искажение, да, для мирового сообщества, потому что многие страны тогда, они не отреагировали на все преследования, на все жертвы, да, которые происходили с евреями. Вот, поэтому я хочу вначале положить некоторое такое, некоторое основание, чтобы мы могли из Слова Божьего, да, услышать, что же Бог говорит об Израиле, да, что Бог говорит об Израиле. Ну, например, книга пророка Исаия, там очень много говорится, я просто взял несколько мест, потому что у нас всегда недостаточно времени, чтобы все-все это рассказать. Смотрите, мы будем читать первое место, Исаия 41, с 8 стиха. И внимательно, внимательно слушайте. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Аврамова, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев его и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя». Что мы здесь видим? Что Бог говорит Израилю, что это семя Аврама, его друга, да, и Бог говорит, что я избрал тебя и я тебя никогда не отвергну. Мы должны запомнить эти слова. Хорошо, да? Это у нас Ветхий Завет. Давайте я прочитаю вам с Нового Завета. Римлянам 11 глава. Римлянам 11 глава говорит нам так, с 1 стиха. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин от семени Аврамова и с колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Это написано в Римлянах. В Матфее Иисус говорит, что я Бог Аврама и Бог Исаака и Бог Иакова. Слава Богу! Вот почему я об этом говорю, потому что в дальнейшем в христианстве произошла так называемая теория замещения. Теория замещения, она говорила о том, что именно Бог отверг Израиль. Он отверг еврейский народ, он отверг Израиль, потому что они не приняли Иисуса Христа как Мессию. Они противились и они его убили. Поэтому вот эта теория, она развивалась, развивалась. Мы там более подробно посмотрим. На соборах, которые проходили тогда, вселенские соборы были и поместные соборы были. И вот эта идея, она постоянно всплывала, 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 пока она не укоренилась очень сильно в сердцах верующих. Вот почему, вот почему, да, Слово Божие нам нужно, так сказать, знать не выборочно, не частично, а что? А все, да? Вот написано, что все Писание Бога Духновенно, правда? Все Писание – это и Ветхий Завет, это и Новый Завет. Вот, поэтому мы, как верующие, должны сами, сами, да, получать откровения и Слово Божьего, читать Слово Божье. И вот интересно, я хочу вам прочитать, перед тем, как апостол Павел сказал, что все Писание Бога Духновенно, он говорит Тимофею, да, это второе послание Тимофею, он говорит, да и все, я буду с 12 стиха, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Да, в прошлое воскресенье мы говорили, что всегда есть гонение на Слово Божье, есть гонение на истину. И апостол Павел говорит, да, то, что люди будут гонимы, за что? Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе. То есть, если мы хотим жить по Слову Божьему, мы понимаем, что этот мир, он не скажет нам, слава Богу, ребята, вы молодцы, вы верите, вы читаете Библию, вы ходите в церковь, вы молитесь, вы служите Богу, да, нет. Мы везде видим, что всегда есть противостояние. Всегда оно было, оно есть и оно и будет, пока мы не будем с Господом на небесах, да, на земле, это противостояние, оно будет. Смотрите, что дальше он пишет, он говорит, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, да, то есть он предупреждает, что будут заблуждения, будут заблуждения, да, заблуждения будут, они будут приходить в церковь, они будут приходить к верующим, да, как вот теория замещения, которая тоже пришла и она утвердилась. Но что говорит апостол Павел, да, а ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен, при том, что ты из детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Вот, поэтому апостол Павел напоминает, что мы с детства, да, должны в самом начале детям уже говорить Евангелие, учить их Евангелие, да, Слову Божьему, чтобы они были научены и чтобы они пребывали в этой истине. И дальше этот стих, 16 стих, который говорит, что все писание Бога духовновенно, все, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет, да, оно нам полезно, и оно не просто полезно написано, оно полезно для научения, то есть мы откуда учимся? Мы учимся из Слова Божьего, да, из всего Слова Божьего, из Ветхого Завета, из Нового Завета мы учимся. Что здесь еще написано? Для научения, а потом для чего? Для обличения, да, то есть то, что мы неправильно понимаем, то, что мы где-то неправильно думаем, верим, может быть, да, то Слово Божье, оно очень ясное, оно очень понятно, нас что? Корректирует. Мы должны понимать, что Слово Божье, оно не только нас вдохновляет, питает, укрепляет, но оно нас еще и корректирует. Слава Богу! Скажи, слава Богу! Слава Богу, да, то есть оно нас корректирует, оно обличает. Для чего? Для исправления. Да, потому что если просто ты говоришь, что что-то было неправильно, что-то не так, но ничего не делаешь, перемены не приходят. Перемены приходят, когда ты применяешь это Слово, ты исправляешься. И дальше написано, для наставления в праведности, то есть мы должны быть наставлены, как, что и чего от нас ожидает Господь. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Видите, это очень важно помнить, потому что мы будем читать сегодня и будем вспоминать некоторые соборы. И для нас должно быть вот как бы такое основание сейчас, что мы говорим о том, что Бог изначально сказал, что Он сказал в Ветхом Завете, что Он не отвергнет Свой народ. В Новом Завете Он подтвердил это. Сам Иисус сказал, Я Бог Авраама Исаака Якова. Апостол Павел в Римлянах тоже самое говорит, что неужели Бог отверг Свой народ. Он говорит, никак. И это должно быть, так сказать, незыблемо для нас. Понимаете, незыблемо. Потому что дальше, когда мы будем говорить об истории христианства, мы увидим, что многие вещи, они стали меняться. Они стали меняться не в сторону Слова Божьего, а в сторону других пониманий, которые стали приходить в церковь. Но я еще хочу напомнить еще о чем, так сказать, закрепить это. Мы все, наверное, знаем, что Иисус был кто по национальности? Евреем, да. Он не был русским, он не был американцем, он не был итальянцем. Потому что иногда каждая нация говорит, что Иисус – это Он из их народа. И вот иногда Иисуса рисуют и черным, и китайцем. Но Иисус, Он был евреем, потому что Он родился в Израиле раз, и Он родился от еврейской женщины. Аминь. То есть это факт? Это факт. Мы знаем, что 12 учеников, 12 апостолов, они тоже были не французы, не итальянцы, не русские, к сожалению, да? Вот, они тоже были евреи. Вы согласны с этим? Согласны. Вы согласны, что Библия, которую читают во всем мире, она тоже была написана евреями? Да, Бог писал через них, но через кого? Бог писал через евреев. Правильно или нет? Вот, согласие у нас есть. Вот, поэтому, мы как бы в этом все сошлись, да? Мы в этом согласились, что это на самом деле, что мы уже тут видели, читали, что Бог заключил со своим народом завет. И вот поэтому нам надо разобраться, как же антисемитизм, он проник в церковь, да? Он проник, и проник очень сильно, и это было очень сильное влияние, которое произвело просто такие ужасные, ужасные последствия. Вот, конечно, сама история Израиля, она переживала много-много разных ситуаций, да? И мы знаем, что Израиль, когда был образованный, потом израильское царство разделилось. Помните, все это было? Потом, когда Израиль отступал от Бога, они были завоеваны ассирийцами, вавилонянами и так далее, и так далее, да? То их уводили, то они возвращались, да? То есть, ну, такая трудная-трудная история, на самом деле, этого народа, этого государства. Очень-очень много они перетерпели, и там были разные войны, и разные завоеватели приходили, уводили. Но мы возвращаемся, как бы, к моменту Нового Завета, да, когда Иисус был на земле. Это было время, когда Израиль уже находился под римским правлением, да? Это была римская, вообще, провинция, которую вообще переименовали, потом она уже не называлась, это страна Израиля, она называлась Палестина. Вот, поэтому, поэтому, когда Иисус, помните, Он говорил ученикам, что придет время, когда и храм будет разрушен, и город будет разрушен, да? И, ну, наверное, ученики не понимали на тот момент, почему Он говорит, о чем Он говорит. Потому что, когда что-то говорится о будущем, оно нам не всегда понятно, потому что мы еще не пережили этого будущего. Но когда это осуществляется, это проходит, это уже становится историей. И потом, когда это все произошло, наверное, тогда они поняли, что это было. И еще некоторые такие моменты, исторические, очень важные. Вот, после того, как Иерусалим уже был разрушен, да, в 70-м году нашей эры, и был разрушен храм, и вообще в городе там практически все было разрушено, один из римских императоров, он вообще хотел построить на храмовой горе, он хотел построить языческий храм Юпитера. Вот, и это очень, так сказать, когда евреи узнали об этом, они очень возмутились. И в 132-м году нашей эры было известно о восстании Бар-Кохбы. Бар-Кохба, это был один из таких лидеров, который возглавил это восстание. И почему я об этом сейчас говорю, потому что один из учителей, он сказал, что вот Бар-Кохба, вот этот вот человек, который поднял восстание против римлян, да, это вроде такое, ну, справедливое было восстание, потому что, да, вот они разрушили храм, они там угнетали, они хотели построить храм языческий на этом месте. Но вот этот вот один из еврейских учителей, он стал говорить именно, что даже имя Бар-Кохба, у него было другое имя, но оно было переименовано. Это имя означало сын звезды, то есть в этом названии его имени говорило о его мессианстве. То есть его стали выдавать за мессию, что вот это и есть истинный мессия для Израиля, который освободит Израиль, изгонит, значит, всех этих оккупантов римских. Вот, но в этом произошло именно разделение между христианами и евреями. Почему? Потому что христиане, они говорили, что уже был мессия, это был Иисус Христос. Вот почему я об этом говорю, потому что вот с этого момента пошло вот это вот разделение. Вот на почве мессии, потому что они говорили, какой он мессия, уже Иисус был мессия, да? И что Бар-Кохба это лже-мессия. И христиане, они отказались участвовать в этом восстании, хотя в начале восстания было очень успешно, они продвигались, просто завоевывали города, они были так воодушевлены, что вот-вот их ждет победа. Но победа не произошла, римский император вызвал одного из своих известных полководцев, военачальников опытных, и он все-таки сумел подавить это восстание, победить. И вот результат этого восстания, что произошло, да? Вот после этого восстания евреи уже были изгнаны из Иерусалима, они были перенесены в Тиверию. Вот, был введен запрет на иудаизм, на его обряды, включая обрезание, вот все, что вот после этого произошло. И вот именно сама вот эта провинция Иудеи, да, она была переименована в Сирию и Палестину, то есть другое название. Для чего? Чтобы убрать вообще из названия упоминание всего еврейского, исключить это, да, и стереть это, так сказать, из истории. И разрушенный Иерусалим также переименовали, и он стал называться Элия Капитолина. То есть вот видите, что произошла какая-то замена, да, замена названия страны, названия столицы. Ну, ничего, как бы ничего не осталось от того, что было. Вот, и мы понимаем, что враг, он всегда будет выступать против своего народа, да. Мы видим, что вот это повторялось, это было, потому что противник, написано, наш дьявол, да. Он противник наш, и он противник Божьего народа. Вот, и иногда получается, что, кажется, что, ну как вот, где там был Господь, почему так получилось, почему они проиграли, почему вот римляне все завоевали. Но история немножко стала меняться при императоре Константине Великом, да, он сделал и хорошее, и плохое. Вот, но, по крайней мере, он вернул название Иерусалиму. То есть вот в его правление Иерусалим снова стал называться не Капитолием, а снова стал называться Иерусалимом. Слава Богу, да. Вот, поэтому, когда мы изучаем историю, мы начинаем понимать, да, почему, что происходило, по какому образу. Но само название государства Израиль, его не было почти две тысячи лет. Только в 1948 году снова Израиль получил независимость, и было образовано государство Израиль. Вот видите, ни одной карте вы не нашли бы тогда, где этот Израиль находится, где такая страна есть. Вот, но Бог все равно все восстановит, и Бог все сделает. Это всегда радует. Аминь. Это всегда радует. Но вот, возвращаясь к теории замещения, к теории замещения, это была такая, знаете, последовательная вот серия соборов, и вот эти соборы, особенно после вот этого восстания, да, Барковбы, постепенно, постепенно, постепенно происходило отделение, отделение христиан и евреев. И, знаете, в самом руководстве церкви практически евреев не оставалось. То есть все епископы церквей, это уже были из язычников, да, обращенные, новые люди, и вопросы, которые они обсуждали на соборах, они были очень, конечно, важны для церкви. Там много-много соборов, мы не будем про все соборы говорить, но были такие важные соборы, вы знаете, все, наверное, Никейский собор был, да, в 325 году, когда именно был принят Никейский символ веры, который до сих пор существует для всех христиан, да. Это вот божественность Христа, это символ веры, это Троица, да. То есть именно там была определена вот ересь, у которой была ария, да, арийская ересь, вот, и так далее, и так далее. То есть много было и правильно, да, но были и неправильные вещи, потому что вот как бы отделив евреев вот с того момента, стало приходить понимание, что надо вообще все менять, все еврейское надо убирать из церкви, надо менять субботу на воскресенье, вот, надо думать, чтобы как бы даже не должны были кушать вместе с евреями, понимаете. Потом пошло дальше, что евреи не должны жить вместе с христианами. И вот постепенно, постепенно, постепенно это повторялось на многих, на многих соборах, это 4 век, 5 век, 6 век, 7 век, как бы это все шло, шло. И вот, что интересно, что даже светская власть, она вначале противилась этому всему, что принимали соборы, потому что, ну, с одной стороны, как бы евреи, где бы они ни жили, они везде преуспевали. И правители понимали, что для них это очень важный, так сказать, экономический инструмент. И если их везде убрать, значит, лишить свое государство экономической поддержки, такой помощи, и они не хотели этого делать. Но вот на этих соборах стала антисемитская линия все углубляться, углубляться вплоть до того, что папы, которые появились в то время, да, правители церкви, они стали говорить, что вот если вот власть не будет нас слушаться, мы проклянем эту власть. Понимаете? Вот, опять же, говоря о том, что когда происходит уклонение от Слова Божьего, да, оно чем-то всегда замещается, оно всегда чем-то замещается. Поэтому для нас, для людей, которые мы смотрим как бы с позиции 2000 лет, как это все происходило, как это все развивалось и к чему это приходило, мы, конечно же, должны делать свои правильные выводы, да, которые основаны, именно основаны на чем? На Писании, на Писании, потому что враг, он лжец, мы знаем, что дьявол, кто он? Он отец лжи, и поэтому, когда мы отходим от истины, то что приходит? Приходит ложь, и приходит ложь особенно против кого? Особенно против всего Божьего, потому что задача дьявола Божья – заменить что? На свое. Вот, и поэтому вот это все стало усугубляться, стали говорить, что нельзя браки с евреями заключать, что вот, например, что евреям нельзя заменять, как сказать, заменять, работать на определенных работах, какие-то определенные должности занимать, то есть все как бы больше-больше там увеличилось, увеличилась такая сегрегация, то есть вот отделение евреев от христиан, и это стало приводить к тому, что, ну, начинались такие настроения подниматься, да, антиеврейские, и евреям даже, ну, приходилось испытывать эти гонения сначала небольшие, может, потом больше, им приходилось переезжать порой даже из одной страны в другую страну, потому что в какой-то стране были, например, более благоприятные условия, и они туда приезжали, потом через время и там приходили на негонение в другую страну, переезжали, переезжали, вы знаете, что так они и до России тоже добрались, потому что вот оттуда, из Иерусалима все шло, 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 они сначала были в Европе Южной, потом в Европе Западной, потом в Европе Восточной, вот, все это продолжалось и продолжалось, вот, поэтому, конечно, конечно, если как бы смотреть со стороны христианства, христианство, оно порой было очень воинственным, оно было воинственным, и вот, знаете, доброе намерение, они нас тоже могут завести в недобрые вещи, потому что, конечно, хотелось, чтобы все евреи стали христианами, и это не было обращение по вере, как мы говорим, да, что вера, она приходит от слышания слова Божьего, надо проповедовать, и когда люди верят в проповедь, они принимают ее и так далее, они рождаются свыше, но когда церковь имела такое сильное влияние, оно имело сильное влияние на государство, на правителей, то они уже стали на правительством уровне, так сказать, чтобы все были христианами, все евреи были христиане, ну и другие тоже нации, понимаете, то есть, когда есть такие определенные рычаги власти, да, то можно их применять для того, чтобы заставить людей стать христианами, мы знаем, что в России тоже у нас была такая ситуация, да, как Россия принимала христианство, то Владимир, князь Владимир, он просто сказал, все, кто не примет христианство, всем отрубят головы, и, конечно, большинство сказали, конечно, мы принимаем, вот, кто, кто, как бы, будет сопротивляться против, ну, вот, такого евангелизма, да, то есть, я думаю, если бы ты пришел на работу и всех бы поставил к стенке и сказал бы, вот, кто примет христа, будет живой, а кто не будет, всем это. И мы понимаем, почему, да, даже в нашей стране, почему много людей, которые приняли православие, они, в принципе, были смешаны с язычеством, и до сих пор там много язычества, много, так сказать, того, что вообще не от Бога всякое смешение и колдовства, и суеверие всего-всего-всего намешалось, да. Почему? Почему? Потому что Бог, Он определил, что человек принимает веру добровольно, да, добровольно, потому что, когда это под нажимом, когда это, особенно под страхом, да, когда это под давлением, то человек, он выбирает веру не из-за того, что он хочет верить, и что он верит, а просто его напугали, его напугали, он согласился, говорит, да, я лучше буду верить, зато я останусь живой. И у него, у самого потом, представляете, какое отношение тогда к Богу, да, к вере, что с ним тогда происходит. Нам всем известный товарищ Карл Маркс, да, который был идеологом вот коммунизма, да, все там его труды, капиталы и так далее, и так далее, он же тоже был христианином в свое время, но, понимаете, он, видя жизнь своего отца, который, он же сам еврей был по национальности, поэтому его отец, он говорил, надо верить в то, что во что выгодно. Вот одно время он был евреем, потом он был христианином, потом там еще кем-то он был, потому что он говорил, ну, это важно для бизнеса, это важно для работы, то есть не важна вера, а просто нужно просто подстраиваться. И вот такое вот подстройство, да, оно привело к тому, что сам вот юный Карл Маркс, он даже писал там стихи о Христе, там у него были такие, он потом, все, он разуверился, отчаялся в вере и стал атеистом. Вот поэтому это не говорит о том, что, да, христианство, оно правильно, но какие методы, какие методы, потому что можно взять правильное что-то, да, и из этого сделать неправильное. Поэтому мы в это сегодня вникаем, мы в этом разбираемся. Почему? Потому что мы должны понимать, что Бог, Он всегда благ, и Бог, Он всегда благ ко всем людям. Это, это, Бог написано, Он Бог человеколюбивый. Потому что мы знаем, что говорил Иисус, да, Иисус сказал даже любить своих врагов. И, конечно, многие верующие, там историки, там христианские, да, они сравнивают Гитлера, конечно, со злобным Аманом. И вот само слово Холокост, это слово сожжение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова